Стенд с образцами продукции Брянской области вызвал повышенный интерес у гостей и участников выставки «Золотая осень-2014». Брянская экспозиция привлекла внимание и представителей федеральных СМИ. У стенда Брянской области, который является одним из самых крупных на выставке «Золотая осень-2014» аншлаг. И неудивительно, здесь представлены высококачественная молочная, мясная, овощная продукция предприятий Брянской области, известные в России кондитерские изделия, конфеты, квас и многое другое. Эта выставка, она вот с каждым годом, она все лучше и лучше. Это действительно величие нашего сельского хозяйства. Потому что то сельское хозяйство, которое у нас было даже 10 лет назад, и сегодня оно кардинально другое. Это и другие подходы, это и другие технологии, это и, конечно же, и другое там и качество, и объемы сельхозпродукций, которые сегодня производятся в нашей стране. Глава Брянского региона Александр Богомаз пояснил, что брянцы в условиях экономических санкций предлагают товар, который вполне способен конкурировать с импортной продукцией. Брянская область, которая сегодня уже по многим видам продукции производит больше, чем в советские времена. Это и производство картофеля, миллион тонн. В этом году мы уже намолотили тоже миллион тонн зерна, как в советские времена. По производству курятины у нас было 17 тысяч тонн, а сегодня мы производим 180 тысяч тонн. То есть это более чем в 10 раз. И то же самое происходит по остальным продуктам. Золотую осень 2014 посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. На стенде Брянской области премьера особенно заинтересовал проект «Мироторг» – гордость нашего региона. Сколькое количество мясного поголовья в 2016 году будет производить 130 тысяч тонн мяса. Это 20% от импорта. В условиях экономических санкций «Мироторг» обещает стать одним из крупнейших мясных холдингов в России. Я очень рад, что все развивается, потому что когда мы с вами встретились, совещания проводили, у меня хорошие остались ощущения. Потому что тогда это не было, может быть, даже так актуально, как сегодня. Сейчас для вас, кажется, хорошие возможности. Помимо продукции сельхозпроизводителей регионов России и ближнего и дальнего зарубежья, на выставке представлены оборудование для животноводства, образцы удобрений, кормов и средства защиты растений, а также новейшие разработки аграрных научно-исследовательских институтов. Посетители могут познакомиться с технологиями обработки земли и выращивания различных культур. А кадры об экспозиции Брянщины войдут в специальный фильм, который снимается по инициативе ВДНХ и Министерства сельского хозяйства России. Кристина Костюченко, присоединение в прислужбу Брянской областной администрации.